Один из лучших телефонов, на мой взгляд. Все контакты, журнал вызовов, сообщения, настройки сообщений, браузер. Вот такая работа была проведена на моём Poco F1 перед тем, как перейти на Poco X3. Ребят, всем привет, наберитесь терпения. Это будет большой ролик, состоящий из трёх частей. Да, первое это распаковка, второе оптимизация нового смартфона и третье это перенос всех данных с Poco F1 на Poco X3. В общем, ролик длинный, но полезный, я вас уверяю. И я хочу вам напомнить, сейчас дикая распродажа на Алиэкспресс. Ныряйте туда, там, в общем, можете Poco X3 урвать прям по очень хорошей цене. Я всем советую. Не буду тянуть, погнали с распаковки, идём по накатанной. В общем, инфа реально полезная. Просьба оценить лайком и можете подписаться на моё инсту, буду вам тоже очень благодарен. Погнали. Ну что, ребят, всем привет. Вот ко мне и пришёл мой Poco F1 X3. И хотел уже по привычке сказать F1, но нет. Вот такой красавчик ко мне пришёл. Я думаю, все знают, что идёт в комплектации в Poco X3, потому что о нём уже снято 150 роликов. Но мой ролик будет не про это, не про распаковку. Это я вам покажу так, между прочим, может, кто ещё хочет себе его. Короче, этот ролик будет не про то, как я распаковываю очередной Poco F1, так скажем, а про то, как я делаю первоначальную настройку смартфонов. И мне нравится, когда вот в плёночке остаётся крышечка, и здесь вот у нас всё целенько. Тут скрепка, чехол, сразу достаёт чехол. О, варвар! Никогда так не одевайте чехол, одевайте всегда вперёд кнопками, а потом уже углы. Блин, как-то тут всё... Так, ну что ж, первое включение. Все знают комплектацию, что приходит самое главное, что идёт чехол, и что плёнка по стандарту наклеена. Это то, что нам надо с вами знать, что всё, телефон готов к употреблению, так скажем. Фух, красавчик. Ну, блин, серый мне нравится уже больше. Когда делал обзор, я об этом убедился. Я думаю, этот смартфон стоит того, чтобы даже заменить мой Poco F1 на него. А вы уже выводы делайте сами. Именно сейчас идёт распродажа на Алиэкспресс, там можно урвать по 18 тысяч на 64 гигабайта, чему я очень советую. А пока давайте перейдём к первоначальной настройке этого смартфона. В самом начале, конечно же, выбираю я русский язык, хотя уже устройство знает, что я в Казахстане, потому что мне доступен Казахстан. Нажимаю «Далее». Казахстан он мне предлагает, но я выбираю Тунис. Кому интересно, почему я выбрал этот регион, посмотрите, ролик будет в подсказке. Там я всё рассказал. Идём далее. Просят подключиться к интернету. Конечно, я к своему подключаюсь. Сим-карту я пока вставлять не буду с моего Poco F1 сюда. Пока ещё всё сделаем без вот такого прям глобального переноса. Вначале мы с вами сделаем сейчас оптимизацию, а потом уже будем конкретно переносить все мои файлы с одного телефона на этот телефон. Получение IP-адреса. Всё подключено, без доступа в интернета. Как надо. Далее нас встречают различные условия использования. Ну, короче, здесь надо поставить галочку и нажать далее. Сим-карту мы пропускаем. Использовать местоположение я отключаю. Разрешить поиск сети тоже поддержка. Открылить данные о работе устройства не надо. Зачем нам лишнюю инфу? Лишний жор батареи. Устанавливать обновления и прочее. Тут выбора у нас нет. В общем, мы нажимаем просто принять. Отпечаток пальца, либо только блокировка экрана. Ну, мы можем, конечно, сделать отпечаток пальца, но пока я пропущу. Ну, короче, отключаю этот доступ к местоположению, программу улучшения, данные для диагностики, персонализацию рекламы отключаю, принять. И карусель обоев я тоже отключаю, потому что мы рассчитываем на максимум производительности. Только единственное автоматическое обновление я включаю. Ну, классический выбираем, настройка завершена, всё готово. А сейчас мы посмотрим, насколько быстро он включится. Пока F1 включался практически моментально. Ну, я буду периодически сравнивать эти два аппарата. А я напоминаю вам, что сейчас можно урвать по очень хорошей цене. Потому что только сейчас докатился Poco X3 для России. Про Казахстан я про свой вообще промолчу. И этот телефон я взял другу на Омск. Он пришёл с Китая к нему. И отправил через ДЭК уже сюда, в Петропавловск. В общем, блин. Танец с бубном получается. В принципе, довольно быстро загрузилась. Но на Poco F1, я вам скажу, ребята, намного быстрее. Вот такой экран у нас необычный на Poco X3. Блин, ну работа смарта просто огонь. Ну, не будем тянуть. Давайте приступим к оптимизации. Короче, первым делом мы идём с вами в безопасность. И мы идём с вами в приложения. Для начала давайте удалим лишние приложения, которые нам не интересны. Но я буду удалять те, которыми я не буду пользоваться. Тут заходим в пункт удаления. И здесь уже вот разные игры пошли. VPS Office, ладно, оставлю. Ещё игры, игры, диск. Duo я не пользуюсь. Ещё игра. Mi Pult я не пользуюсь. Facebook оставлю, пользуюсь. YouTube Music я Яндекс пользуюсь. Ещё Blog Puzzle. Google Play фильмы. Mi Community. Новости. Opera Mini. Opera News. Mi Drive оставим. Google Podcast. Тоже не пользуюсь. Mi Credit. Удаляем. Opera и Opera. В общем, на 700 МБ я сразу же удаляю различных приложений. Ну вот так уже стало гораздо лучше. Это я всё делаю до переноса моих уже основных приложений с Poco F1. Приложение. Разрешение. Автозапуск. Здесь всё должно быть выключено. Всё верно. Далее идём в пункт передача данных. Нажимаем на шестерёнку. Можете тут поставить, показывать скорость сети. Можете убрать. Здесь можете отчёты о трафике убрать, чтобы лишние данные ваши не уходили никуда. Идём в сетевые подключения. Тут у нас пункт мобильный интернет и Wi-Fi. Мы тут отблокируем, так скажем, выход к мобильному интернету различных приложений, которые нам не надо. Идём вот в системные приложения и уберём. Радио мне не надо. Я им не пользуюсь. Кто знает, что такое Google One, ну я им вроде не пользуюсь, но это не точно. MiCoin я не пользуюсь. MiBrowseer не пользуюсь. MiVideo. MCA отключаем. Музыку отключаю. Доступ в интернет. Но это то, чем я не пользуюсь. У вас может быть всё совершенно по-другому. Ну, примерно вот так. Такие подключения я произвёл. Теперь далее идём в Wi-Fi. Но здесь тоже ничего такого. Нажимаем три точки фоновые подключения. Трансляцию отключаю. MCA отключаю. Пулер печати. Цифровую музыку отключаю. Благополучие отключаю. MiVideo отключаю. Тот же MiCoin. Сервис печати. Ну всё, примерно вот так. После безопасности мы идём в настройки. Тут у нас стоит MIUI 1201 стабильная. И смотрим обновление. Всё, дополнительные возможности включены. Это я потапал на MIUI 12. Теперь мы нажимаем три точки, настройки. И получать ранние обновления. Теперь у нас будет обнова приходить как бы быстрее всех. Это мы делаем в пункте о телефоне. Далее заходим в обновление компонентов. Нажимаем шестерёнку. И делаем не уведомлять. Далее пункт печать. И отключаем сервис печати. Потому что я тут не пользуюсь. Экран. Цветовая схема. И если вы хотите, так скажем, экономить энергию, то выбирайте стандарт. Но мне лично нравится авто. Тут как бы такие голубоватые цвета. И белый, ну, делается цвет белее. Далее идём в пункт пароли и безопасность. Экстренные оповещения. И отключаем здесь всю эту дичь. Далее идём в конфиденциальность. Мотаем вниз. Рекламные службы. Здесь я уже отключил в самом начале. Вообще у вас может быть это не отключённое. Питание и производительность. Заходим в настройки. И нажимаем отключать мобильный интернет никогда. Очищать память. Ну, через каждые 10 минут можно поставить. Пусть она, в принципе, очищается. Но это не обязательно делать, если вы, так скажем, игроман. А если вы не играете, то можете поставить эту очистку. Далее идём в расширенные настройки. Дата и время. Использовать часовой пояс сети. Это да. А двойные часы я убираю. Далее заходим в язык и ввод. Управление клавиатурами. Настройки. Дополнительно. И улучшить приложение. Я отключаю этот пункт. Давайте быстренько с вами отключим рекламу. Заходим в темы. Нажимаем на человечка. Нажимаем настройки. И получать рекомендации. Убираем. Идём в загрузки. Согласен. Три точки. Настройки. Получать рекомендации. Всё. Отключили. То, что вы не можете найти, в Пока Лаунчере всегда можно найти вот в этой менюшке. Поэтому он мне очень удобен. Вот у нас проводник. Принимаем и продолжим. Разрешаем. Нажимаем на три полоски. Настройки. Информация. И тут получать рекомендации у нас спряталось. Далее мы заходим в музыку. Далее заходим в настройки. Расширенные. И получать рекомендации. И сервис онлайн контент. Я ещё отключаю. Далее мы заходим в Mi Video. Вот полностью нулёвый телефон. Это вообще по кайфу, конечно. Три точки. Настройки. Пуш-уведомления я отключаю. Далее мы идём в настройки. Приложения. Все приложения. Три точки. Настройки. Получать рекомендации. Далее идём в безопасность. Настройки. Получать рекомендации. Ну вот, в принципе, ребят, 10 минут. И наш смартфон полностью готов к бою. Это мы настроили сейчас, так скажем, как новое устройство. Но далее нам ещё с вами предстоит сделать так, чтобы все наши приложения, все наши контакты и прочие сообщения перенеслись сюда. Это сделать очень легко. Это я вам покажу чуть позже. Но если вы настраиваете телефон в первый раз, то то, что я сделал, это, так скажем, тот перечень минимальных настроек. Всем советую так сделать. А теперь уже для продвинутых. Это для тех, кто хочет перенести данные с одного телефона на другой телефон. Далее я вам покажу, как это сделать. И небольшая самореклама, ребят. Как знают постоянные зрители моего канала, я ещё начал заниматься товаркой. И мне пришли вот такие AirPods. Ну, копии, честно вам скажу. Ну, блин, они реально... Ну, супер за свою цену. Edifier, TWS200 отдыхают просто в стороне. А эти дешевле в разы прям. В общем, я такие продаю у себя по инсте и отсылаю по разным городам. И кому интересно, то смотрите, ознакомливайтесь. Но они своего стоят, ребят. Я херню не посоветую. Вообще думаю сделать про них обзор. Спасибо моему проверенному поставщику за такой классный товар. Ну, всё, не буду отвлекать. Погнали дальше к ролику. Ребят, вот уже перед вами мой Poco F1 в нынешнем состоянии. Короче, как видите, он весь захламленный. Но сейчас мы не об этом. Короче, нам нужно сделать резервные копии на этом смарте. Для этого заходим в настройки и пишем резервирование. Резервирование и восстановление. И здесь мы заходим в мобильное устройство. Добавился с прошивками. И создаем резервную копию. Нажимаем. Копии могут не работать, понятно. В общем, всё, попёрло создание у нас резервной копии. Это резервная копия Google, прошу не путать. Но нам нужно сделать также ещё копию от Xiaomi. То есть мы опять заходим в настройки. Здесь мы идём в Mi Account. И вот занято 1.67, Xiaomi Cloud. То есть резервирование у меня отключено по стандартам. Вот управление данными. Короче, заходим мы в резервирование. Авторезервирование. Вот управление резервными копиями. Я сейчас удаляю предыдущую резервную копию. Хотя можете восстанавливать из предыдущей. Мало ли, как вёл ваш смарт в то время. И нажимаем теперь уже здесь начать. Короче, вот у нас теперь будет 2 резервирования. Одно будет от Xiaomi, одно будет от Google. Вот тут как раз делал запись про AirPods, вторые. Блин, такие удачные пришли прям вообще. Как видите, телефон надо перепрошивать. Тупит он вообще безбожно. Ну и для любителей, так скажем, WhatsApp. Заходим в WhatsApp. И сейчас мы создадим резервную копию ваших чатов. Хорошо, в Telegram такого делать не надо. Нажимаем три точки. Настройки. Далее заходим в чаты. Резервная копия чатов. Она хоть периодически и создаётся. 2 октября, но сейчас уже, блин, 8. В общем, нам надо нажать резервное копирование. В общем, запомнили, да, что надо сделать три. Google, Xiaomi и кто пользуется WhatsApp, резервную копию WhatsApp. Вот эти три обязательных пункта нужно сделать. Далее вам нужно обязательно иметь пароли от Xiaomi и от Google вашего. Без них вы ничего не восстановите. Ну и всё, в принципе, вот. Резервное копирование сообщений. На Google Диск всё копируется. Короче, резервируем всё, что возможно. Вот, резервирование завершено у нас. Всё, Pocophone F1. Первое пространство. И вы обязательно посмотрите дату. 12.05 сейчас. 8 октября. Вес копии 1.12 гигабайт. Далее смотрим резервирование. Это Google. Резервирование завершено. 52 объекта. В общем, смотрите, все контакты, журнал вызовов, сообщения, настройки сообщений, браузер, камера. В общем, всё сделано. Всё завершено. И остаётся нам WhatsApp. Вот сейчас он выполняется. Это уже медиафайлы данных, так скажем, резервируются. Ну, если они вам, конечно, нужны. Ну, я зарезервирую всё, но потом удалю, если что лишнее. Вот такая работа была проведена на моём Poco F1 перед тем, как перейти на Poco X3. Обязательно запомните, что резервирование очень полезная штука. Всё, ребят, Poco F1 нам пока не нужен. Да и, в принципе, больше он не будет нужен. Только сим-карту переставить отсюда сюда. Короче, теперь мы заходим в настройки Poco X3. И, как видите, обновление компонентов у нас ничего не обновляется без нашего ведома. То есть мы теперь можем сами посмотреть, и что обновлять тут, что нет. Ну ладно, сделаю обновить всё. Тут у нас сам Android говорит «Завершите настройку устройства». Скопируйте данные, установите обои, выполните другие действия. Мы нажимаем «Начать». Сим-карту мы пропускаем. Проверка обновлений. Ну, я думаю, сейчас он ничего здесь не найдёт в этих обновлениях. Короче, нам теперь нужно зайти под собой в Google, зайти под собой в Xiaomi. Ну и скачать WhatsApp, там, и сделать эту резервную копию тоже. Сейчас я покажу вам, в общем, всё пошагово, как я это делаю. Как видите, сам Android предоставляет нам следующие, так скажем, варианты. Скопировать из облачного хранилища, скопировать с устройства Android или с айфона. Давайте попробуем с устройства Android. С облачного это самое легко ввести логин и пароль, а вот это посложнее. У меня не всегда получается. Делаем назад. Скопировать из облачного хранилища. Самый простой и проверенный способ. Далее вы вписываете свои данные в Google. Я ввёл логин и пароль. Теперь мне нужно будет нажать «Да». Это двойная двухэтапная аутентификация. Я нажимаю на старом устройстве «Да». Теперь Google понимает, что это действительно я. Я принимаю все его соглашения. И теперь идёт получение информации из аккаунта. «Резервная копия 4 часа назад 08.13. Резервная копия 5.47». Странно, я сделал резервную копию час назад. Ну ладно, 4 часа назад в принципе пойдёт. Подтвердите способ разблокировки. Вот у меня вот такой вот код. Я им подтверждаю. Он знает, что это было на том устройстве. Выберите, что нужно восстановить. Восстанавливаем всё по максималке. Все контакты, всё, что можно. Нажимаем «Восстановить». «Сохранять резервную копию на Google диске». Да, мы нажимаем «Принять». «Настройка защиты». Я сделаю тот же свой пароль. «Добавление отпечатка». Ну таким колхозным способом я добавлю сейчас отпечаток. Всё, готово. «Подождите, ассистент всегда рядом». Хорошо. О чём просит ассистента? Всё нормально. Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Всё, теперь он меня знает. Но, кстати, у Google есть лишние срабатывания. Это бесит. Что можно ещё сделать? Да нет, спасибо. Нажимаем. Не надо никакие аккаунты добавлять, ничего. И всё, и у нас идёт восстановление Google аккаунта. Полностью одно устройство переходит в другое устройство. Все приложения, игры там, всё прочее будет у вас тут настроено. Вот, у нас восстановление приложений. 169 пошло и прочее. Короче, это надолго, ребят. Мы пока с вами идём в настройки и добавляем ми-аккаунт. Здесь я выбираю страну Казахстан. Ввожу свой номер телефона. Пока я искал тут свой логин и пароль, обязательно где-нибудь сохраните от ми-аккаунта. Здесь у меня вот такая ошибочка. Ну, то есть, по КХ3 немножко ещё не допилены. Ладно, нажал я отмену. И ввожу свой пароль. Система проверяет пароль. Обязательно сохранить его перед всеми этими манипуляциями. Вот сейчас вроде лучше. Всё, я зашёл. Включить синхронизацию поиск устройства. Да, я включаю. Напоминаю, что у меня фоном идёт синхронизация с Google. А теперь будет синхронизация с ми-аккаунтом. Теперь мы снова заходим в ми-аккаунт. Нас интересует Xiaomi Cloud и резервирование. Теперь мы заходим в резервирование и делаем восстановить из облака. Сейчас он поищет резервные копии, что вот созданное у нас 12.05, как вы помните. И восстановить. Короче, всё будет перезапущено, всё будет восстановлено. Грёбанная ошибка. Всё, загрузка данных рабочего стола. Теперь у нас ещё и сделается восстановление наших настроек Xiaomi. Короче, два резервирования у нас пошло. Короче, всё. Теперь это тоже надолго. Вам остаётся дождаться, когда будет выполнено все эти оба резервирования. Облачное резервирование раз, облачное резервирование два. Всё, ребят. Короче, ребят, вы поняли, да? Таким способом вы восстанавливаете все ваши данные и настройки с одного телефона и переносите их на новый. В общем, ребят, всё, что осталось, это нас с вами переставить сим-карту. Всё, все мои данные уже на этом смартфоне. Это, короче, стало два идентичных телефона, можно сказать. Даже местоположение иконок то же самое остаётся. Ну, я немножко передвинул вот эти три, вот сюда раскидал. А так, в принципе, всё то же самое. Давайте оголим телефоны, скинем с них защитные чехлы. Какой же тугой чехол на новом Покафоне, мой старичок. В общем, ну, конечно, поинтереснее стал смартфон, тут уже речи нет. Берём скрепку, которую прислали нам китайцы с каким-то чехлом, и переставляем с вами сим-карты. Гнездо в Poco X3 комбинированное, в Poco F1 оно такое же комбинированное. Симки заряжены и вставляем в новенький смарт. Вот, уходит время Poco F1, ребят. Всё, ребят, симки поставлены, телефончик готов к бою теперь полностью. А что делать с Poco F1, напишите вы. Я не знаю, он теперь свободен. В общем, теперь простор для творчества. Скажите, какую можно операционку или что-нибудь сюда накатить. Мне этот телефончик, в принципе, уже для опытов пока будет лежать. Всё, спасибо, ты хорошо служил, друг. Один из лучших телефонов, на мой взгляд. Ну и вот этот мне теперь более стал интересен за эту цену. Конечно же, будет большое сравнение этих двух смартов ещё. Когда я перепрошью, то этот дико тупит. Последняя прошивка криво легла. Ну и смотрите, что у нас после прошивки. Здесь у нас и сообщения все на месте. Вообще, все восстановились. И контакты все восстановились. И журналы вызовов. В общем, всё есть. Только жалко, что теперь звонилка у нас от Google, а не Xiaomi. Ну ничего, я найду способ поставить нормальную. И всё, что нам останется, это зайти уже под все приложения, под собой. И всё, и телефон готов к бою. Короче, ролик был долгий. Ребят, спасибо всем большое за просмотр. Кто сделает всё так же, как и я, у тех будут все ваши данные на новом смартфоне перенесены успешно. Ну вот такая инфа, такой длинный ролик. Ну извиняюсь, ну блин, покороче его просто нельзя сделать физически. Большой респект тем, кто досматривает мои ролики до конца. И всем пока-пока. Пишу на Poco X3 прям этот видос. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok